Сейчас я хочу пригласить на сцену Екатерину Ким, исполнительного директора компании iTrack. Она сегодня представит чек-лист внедрения CRM. Хорошо ли меня слышно? Да, слышно, по-моему, отлично. Всем здравствуйте. Как мне представили, я Екатерина Ким. Наша компания с 2004 года занимается разработкой сайтов и внедрением CRM-систем. Поехали. Так, маленький опрос. Едем очень быстро, 20 минут, времени мало. У кого внедрена CRM-система? Прошу поднять руки. Ну, смелее, смелее. Ну, 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 половина есть, половина есть, отлично. Так, следующий вопрос. У кого внедрена CRM-система и работает эффективно, на 80% и более? Так, рук стало значительно меньше. Благодарю вас, увидела. Спасибо. Давайте сегодня попробуем разобраться в том, почему же до сих пор половина из вас еще не внедрили CRM-систему, хотя это уже является даже не конкурентным преимуществом, это уже является обязаловкой. И почему же она работает эффективно не у всех? Сегодня я представлю вам такой собственный чек-лист. Да, и часто не работает эффективно, потому что сначала я покупаю права, а потом учусь ездить. Это такое наблюдение из практики. Очень часто руководитель или владелец компании думает, ну, сейчас поставим CRM-систему, дам задачу своему робу, и все будет хорошо, все будет плохо. Ездили, знаем, поэтому нужно делать все по уму, и владелец должен погружаться в свои процессы, должен погружаться в продукт, должен разбираться, как будет работать CRM-система. Значит, сегодня я хочу дать вам чек-лист, на самом деле, из 11 пунктов, который позволит вам понять, насколько эффективно внедрена у вас CRM-система. Для тех, у кого она уже внедрена, вы сможете это оценить. Для тех, у кого она еще не внедрена, вы сможете воспользоваться этим чек-листом, как неким роудмэпом, чтобы ничего не забыть. Итак, формат у нас, формат этого чек-листа будет несколько необычный. Это интерактивный формат, поэтому у кого есть приложение для сканирования QR-кода, пожалуйста, отсканируйте и перейдите по ссылке, там вы увидите чек-лист. У кого нет, можете просто набрать в браузере itrack.ru test, и там вы увидите такой приветственный поп-ап, и там нужно будет, по-моему, нажать кнопочку начать, для того, чтобы мы могли и перейти к вопросам. Итак, последовательно. Значит, самый первый пункт моего чек-листа. Достаточно банальный, простой. Каждый раз, когда вы обращаетесь в компанию, к интегратору, и говорите, я хочу внедрить CRM, все вас спрашивают, какая цель? И, казалось бы, ну опять мне этот вопрос, какая цель? Ну какая цель? Автоматизировать продажи? Нет, на самом деле цели у всех разные. И очень важно понимать свою конечную цель, потому что, когда вы знаете, к какому результату вы хотите прийти, вы будете понимать свой roadmap, то есть куда вы стремитесь. Когда вам нужно будет принять какое-то решение, вы будете понимать, как его принять, исходя из этой цели. Итак, какие могут быть цели? Ну, самый частый запрос, когда люди формируют отдел продаж, они внедряют CRM-систему, и, в общем, нужен этот инструмент для того, чтобы этот отдел продаж сформировался. Второй частый запрос. Мы хотим увеличить эффективность, мы хотим делать шестью сотрудниками столько же, но, точнее, шестью сотрудниками делать больше, например. Или наоборот, мы хотим одного уволить, но делать не меньше. Значит, дальше мы хотим знать своих клиентов в лицо. Мы хотим работать с каждым персонализированно. Мы хотим сегментировать свою аудиторию. Мы хотим добиться большего сервиса. Еще какие могут быть цели? Рутинные процессы. То, что сейчас рассказывала Светлана. Вы можете автоматизировать с помощью роботов бизнес-процессов по максимуму все рутинное, оставив вашему менеджеру принимать только какие-то креативные решения. Итак, вы увидите по ссылке вот такой вот вопрос. Там нужно будет поставить галочки. И если, допустим, эта цель не соответствует то, что здесь написано вашей, то поставьте галочку «Другая». Едем дальше. Второй пункт. Очень важный. В каждой CRM-системе есть клиентская база. Но клиентская база — это не просто имя, телефон и e-mail. Клиентская база должна быть инструментом, с которым вы будете работать. А это значит, что ваша клиентская база должна быть экологичной. Очень нравится мне это выражение. Экологичная — это значит, что она чистая, в ней нет дублей, в ней полный порядок, все поля заполнены в нужном формате. Далее. Ваша клиентская база должна быть инструментом, с которым вы сможете работать. То есть вы можете отсегментировать свою клиентскую базу. Выделить там клиентов, которые покупали у вас за последние полгода на сумму больше, чем 300 тысяч рублей. Или выделить там клиентов, которые у вас не покупали более чем полгода, чтобы сделать им какое-то предложение и, так сказать, оживить ваших спящих клиентов. И самое главное, в вашем клиенте, в вашей клиентской базе должна быть полная информация обо всех коммуникациях. Вы должны знать всю историю заказов, что он покупал, сколько у него сотрудников, какая у него собака и так далее. Пожалуйста, в следующем пункте, отметьте галочками, соответствует ли ваша клиентская база этим трем параметрам, о котором мы проговорили, и едем дальше. Третий пункт в моем чек-листе — это правильно настроенная воронка. Еще маленький опросик. Скажите, пожалуйста, у кого в воронке есть статусы встречи? Есть встречи. У кого есть статус думают? Клиент думает. И такие тоже есть. Смотрите, встреча — это неправильно. Встреча — это не этап. Встреча — это способ коммуникации. Встреч может быть сколько угодно. Если у вас есть такой этап в воронке, это значит, что потом в дальнейшем конверсия у вас посчитается неправильно. То же самое с этапом думают. Не очень правильный этап, он мне вообще не нравится. И вообще рекомендую воронку своим клиентам строить как бы в совершенных действиях. Думают — это значит, что менеджеры в основном будут скидывать всех своих клиентов, к которым не хочется общаться, или им сложно позвонить, или там, в общем, по массе причин они будут всех скидывать, вдумают, и тем самым у вас цикл сделки просто удлинится многократно, и вы не будете действительно понимать точную конверсию. Дальше. Очень важный момент. В воронке каждый последующий этап должен снижать конверсию. На следующем слайде хочу вам показать, вот, например, смотрите, предпоследние два этапа, в последнем, кстати, неправильно, там счет оплачен, как мы видим по воронке конверсия снижается. Вот договор подписан, и счет отправлен. Смотрите, у них абсолютно одинаковые показатели по конверсии. Это значит, что какой-то из этапов здесь лишний. У нас периодически приходят клиенты, у которых воронки по 15 этапов. 15 этапов воронки. Там бедные менеджеры просто целыми днями сидят и передвигаются одного на другой, с одного на 15. Следующее. Ну, собственно говоря, то же самое, вы уже научились, ставьте галочки, едем дальше. А кто-нибудь это делает, да? Там просто в конце и проценты посчитаются. Интересно, статистика наберется. Пожалуйста, прошу. Дальше. Очень важный пункт. Очень важный пункт. Кто-нибудь знает, что такое CRM-дисциплина? CRM-дисциплина. Спасибо вам. CRM-дисциплина — это культура ведения CRM-системы. Это значит, что ваши менеджеры уже по умолчанию должны быть приучены, что у каждого лида, у каждой сделки должно быть запланированное дело. Если запланированных дел нет, это значит, что с вашим потенциальным клиентом никто не работает. Благо, что в Bitrex 24 есть инструменты, которые позволяют отследить все лиды и сделки, которые в данный момент без дел. Но все равно это достаточно утомительно, это нужно за этим следить или прописывать какую-то мотивацию. Просто воспитайте культуру ведения CRM-системы, так называемую CRM-дисциплину. У всех лидов и сделок должны быть задачи. Отмечаем, едем дальше. Мы говорим, ну, когда мы отмечаем, имеем в виду именно вашу компанию. И будьте, пожалуйста, с собой откровенны для того, чтобы понимать, действительно, насколько эффективно работает CRM-система в вашей компании или у тех, кого она не работает, насколько эффективно она заработает. Следующий важный момент. Все каналы коммуникации должны быть подключены в CRM-систему. Сейчас это прям обязательное правило принедрения CRM-системы, чуть ли там ни сразу, ни второй пункт после базовой настройки. Все каналы коммуникации, которые вы используете для общения с клиентами, должны быть заведены в CRM-систему. И все коммуникации должны отражаться в истории лида и в истории сделки с вашим клиентом. Ну, собственно, какие могут быть каналы коммуникации? Телефония, почта, формы на сайте, онлайн-чат, смс, коллбеки и так далее. Отметьте, пожалуйста, что из этого у вас интегрировано CRM-системой, что работает. Никакие ли каналы вы не забыли. Едем дальше. Бизнес-процессы. Бизнес-процессы – отличный инструмент для того, чтобы настроить ту самую автоматизацию. Bittrex 24 предоставляет нам два инструмента, которые позволяют нам эти бизнес-процессы выстраивать в системе. Итак, первый – это роботы CRM. Это такой визуальный, графический, скажем так, редактор бизнес-процессов, в котором все понятно, даже руководитель отдела продаж, он может самостоятельно настроить эти бизнес-процессы. Тут есть триггеры, тут есть роботы. Посмотрел два обучающих ролика по пять минут на YouTube, в общем, там все понятно, пошел настроил. И есть второй, более продвинутый, скажем так, конструктор бизнес-процессов, который позволяет настроить такие бизнес-процессы, которые недоступны в роботах. Здесь можно вставлять коды PHP и, в общем, какую-то дополнительную логику навешивать. И здесь реализуются прям такие длинные, сложные бизнес-процессы, в которых очень много этапов. Самые популярные бизнес-процессы, которые чаще всего встречаются у клиентов и они их запрашивают, это утверждение документов по цепочке, это автоматические какие-то задачи после смены каких-то этапов и распределение лидов между менеджерами по абсолютно там разной логике. В зависимости от графика работы, в зависимости от KPI, в зависимости от того, у кого больше сделок, у кого меньше, чтобы было равное распределение по очереди и так далее. В общем, может быть очень много разных сценариев. Пожалуйста, отметьте, у кого сколько бизнес-процессов настроено в CRM-системе. Пожалуйста, поднимите руки, кто заполняет этот чек-лист. Так, ну ладно, меньше половины. Ну хорошо, посмотрим, все равно статистику, интересно будет. Следующий пункт чек-листа. Интеграция продаж и маркетинга. Если то, что мы проговорили ранее, оно в принципе у большинства тех, кто внедрил CRM-систему, реализовано, то вот интеграция CRM-маркетинга уже какой-то некий level up. Это что-то новое, какие-то новые инструменты, еще не все ими успели воспользоваться. Что позволяет нам инструмент в Bitrix24 CRM-маркетинг? Он позволяет нам выделять сегменты, делать смс и имейл-рассылки, рассылать сообщения в социальных сетях, делать какую-то таргетированную рекламу в социальных сетях на тех клиентов, которые у вас перешли на определенный этап сделки, на этап воронки, и показывать им контекстную рекламу Яндекс.Дрес, не только это. Еще сейчас там есть специальный обзвон голосовой, очень интересно, этим нужно пользоваться. Пожалуйста, отмечайте, что из этого у вас реализовано. Едем дальше. Отчеты. Отчеты. Очень важная часть аналитика того, что вы делаете. Какие популярные отчеты опять-таки реализуются у клиентов и чаще всего запрашиваются. Отчет по причинам отказов. ABCX, YZ анализ клиентов. Не только клиентов, может быть и товаров, и направлений. Сквозная аналитика. То, собственно говоря, что сегодня Bitrix24 анонсировал и будет внедрять в каких-то своих следующих релизах. Сейчас там большинство клиентов пользуются специальными сервисами, которые интегрируются с CRM-системой. И отчет NPS. NPS – это Net Promoter Score. Отчет, так, индекс лояльности ваших клиентов. Тоже очень классная штука. Рекомендую сразу после каждого звонка внедрять, чтобы клиенты ставили оценки по качеству обслуживания. Отмечайте, пожалуйста, в чек-листе, что из этого у вас реализовано. Вот это есть вообще. Не у всех, далеко не у каждого. Но это очень здоровская штука. Дашборд с основными показателями для отдела продаж. Убираете вашу старую маркерную доску, на которую вы там рисуете каждый день показатель, у кого сколько продаж. Вешаете туда просто, выводите на плазму экран с Bittrex 24, в котором виден план продаж. Видны текущие показатели, кто сколько уже успел набрать, догнать, на какую сумму уже совершились продажи. И очень интересный момент. Можно, в принципе, вообще даже ничего не делать по автоматизации. Можно как бы упустить вариант сейчас интеграции маркетинга и CRM-системы. Но как только вы вешаете дашборд в своем отделе продаж, почему-то показатели резко начинают улучшаться, идти, увеличиваться. Наверное, влияет некий эффект конкуренции. Пожалуйста, отметьте… Ой, тут пропустили? Ну да ладно. Вы уже поняли, как работает механизм. Кликаете далее, отвечаете на вопрос и едем дальше. Ежедневные отчеты на смартфон руководителю. Тоже руководитель не должен сидеть целыми днями в CRM-системе и смотреть эти отчеты, фильтруя те показатели, которые ему интересны. Все, что ему интересно, он может ежедневно получать в виде смс-ки себе на телефон. Удобно? Ну, лучше даже не в телефон, лучше даже, может быть, не смс-ка, а просто некий чат-бот в Telegram. Удобно, смотреть не нужно, вроде бы держите руку на пульсе. Отметьте, пожалуйста, кто получает такие отчеты. И еще один важный пункт, который вообще далеко не у всех реализован. Обучение менеджеров по продажам можно тоже зашить в Bittrex 24. Для этого есть специальные инструменты. Вы можете использовать базу знаний, вы можете использовать скрипты для новых сотрудников, которые подключаются к Bittrex 24 сейчас в виде отдельных приложений. Можно собрать так называемый банк золотых звонков для новичков, которые приходят, обучаются, они прослушивают самые лучшие звонки и на них учатся. Ну и создать некий факт, это раздел вопросы-ответы, самые часто задаваемые вопросы. Потому что в большинстве случаев клиенты обращают внимание на автоматизацию, на то, что нужно роботов там понастроить, нужно интегрировать CRM-систему со всеми своими системами, с 1С, с сайтом, с интернет-магазином и так далее. Но забывают про то, что в общем сотрудникам нужно адаптироваться. Им нужно понимать, как они в новом формате должны работать. И вот это все позволяет загрузить и какие-то текстовые документы, и видео, и позволяет сотрудникам не потеряться. Заполняем чек-лист. И, собственно говоря, я уложилась в 15 минут, и будет здорово, если вы зададите мне какие-то вопросы, я смогу поотвечать. Оу, оу, сори, сори. Давайте посмотрим. Значит, вы, наверное, получили какие-то результаты этого опроса. Я прошу поднять руку тех, у кого набралось больше 80%. Ага, больше 50. Вау, больше 45. Есть один, два. Так, больше от 30 до 45. Раз, два, два. Ну ладно, меньше 30, мы не будем поднимать руки. Ну что, я могу сказать, что это печально. Вам есть куда расти, но здорово, что вы на этом пути, и вы уже начали внедрение CRM-системы. Всем желаю отличных продаж и побольше автоматизации, меньше рутины. Если есть вопросы, у меня еще есть 4 минуты. Я хочу поотвечать. Спасибо большое, Екатерина. Скажите, а как можно вообще повысить CRM-дисциплину? Ведь сопротивление сотрудников обязательно будет. Я всегда спрашиваю, как вы боретесь с сопротивлением сотрудников? Мне начинают отвечать, что мы меняем схему мотивации. Мы говорим, не будет продаж в CRM-системе, не будет бонусов. Ну, это такой несколько жесткий стиль управления, я бы сказала. Мне кажется, когда сотрудникам удобно, когда вы сделали все эти 10 пунктов из чек-листа, они сами скажут вам спасибо и сами охотно будут работать в CRM-системе. А CRM-дисциплина самим позволит им зарабатывать больше, потому что если не будет сделок без задач, значит, они ни про кого не забудут. Ладно, все? Да нет, вот там очень хотят вопрос задать, я передам. Я сначала прокомментирую вот это, что к вопросу удобно. Вот буквально в бухгалтерии своей вчера, просто в новой компании сейчас работаю. Пожалуйста, счет на оплату приносите на бумаге и с подписью. Я говорю, а можно по e-mail? Нет, не надо, а то потеряется. Поэтому вот как бы люди по-разному работают, на самом деле, и не всем это будет удобно. А вопрос, собственно, ну, я не говорю, что это хорошо, но это так, это факт, нельзя это не учитывать. Вопрос про воронку, где было, что не меняются по 20-20-20 процентов. Вот как в моих глазах выглядит ситуация. Если у менеджера, допустим, пример, подписан договор, не подписан. У него есть клиенты вот сейчас на этом этапе, с частью из них договор подписан, с частью нет. В принципе, подписание договора на конверсию, ну, там, условно, может, не влияет, просто абстрактный пример. Но если мы этот этап схлопнем в воронке, то менеджер будет, он же должен помнить, со сколькими подписан, сколько нет. Он будет искать дополнительный какой-то инструмент, как бы ему не забыть, с кем подписан, с кем нет. Может быть, лишний этап воронки, бог с ней с конверсией, зато человек у себя четко видит, подписан, не подписан. Поняла, да, поняла вашу идею. Но дело в том, что воронка — это инструмент для того, чтобы мы не забывали что-то сделать. Для этого мы просто, когда клиент выражает какое-то согласие, что я хочу сотрудничать, вы можете запустить бизнес-процесс по отслеживанию, подписан договор или не подписан. Но это не является этапом воронки. Воронка нужна для того, чтобы отслеживать конверсию прохождение вашего лида и зависимость от ваших действий. Если у вас подписание договора не влияет на конверсию, то не нужно это воронки учитывать. Есть масса других способов, как вы можете не забыть про подписание договора. Поставьте там дополнительное поле, поставьте там чекбокс, что договор там подписан, сделайте ему задачу автоматическую. Но не нужно городить много этапов воронки. Это серьезная проблема. Когда клиенты приходят с воронками в 20 этапов, мы спрашиваем, а зачем? Ну зачем? Ну менеджеры сидят и мучаются, а потом клиент приходит и говорит, ну вот а почему ты сразу пропустил 5 этапов? А ты там не отработал? Да отработал я все. Лишнее просто. Все, благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.